Жизнь во всех ее проявлениях и человек в гуще этой жизни. Мир человека огромный и удивительный своим непрерывным движением, своей постоянной гармонии. Все в нем интересно, все важно, все нас касается, нам до всего есть дело. А если приходит болезнь? Операция прошла успешно. Болезнь осталась позади, совсем себя чувствуешь по-другому. Своим вторым рождением я обязана Наталье Петровне Бехтеревой и ее товарищам. А с электродами я хожу уже второй год, работаю, чувствую себя хорошо. Представление о связи мозга с психической деятельностью, с управляющим духом относится к глубокой древности. Еще в античной медицине строились различного рода гипотезы о том, каким образом мозг управляет самыми различными функциями организма. Но очень долго эта область, мозг человека, оставалась землей непознанной. И в значительной мере, пожалуй, не будет преувеличением и сейчас сказать, что нашу землю мы знаем куда лучше, чем наш мозг. На нашей земле остается сейчас все меньше и меньше белых пятен, в то время как в мозгу человека еще есть эти белые пятна. И вот то, что в мозгу человека есть эти белые пятна, приводит к тому, что целый ряд заболеваний все еще относятся к категории трудноизлечимых. Перед врачами, физиологами встает проблема исследовать мозг человека, исследовать для того, чтобы расширить возможности лечения. Тайна мозга. Как проникнуть в нее? Какой ключ подобрать к ее разгадке? Пока мы предполагаем, как работает мозг. А что происходит в нервной клетке в момент психической деятельности? Писал Иван Михайлович Сеченов, отец русской физиологии. Владимир Михайлович Бехтерев, замечательный русский психиатр и невролог, много лет отдал исследованию человеческого мозга. Свои научные задачи я видел в изучении строения мозга с одной стороны и его функции с другой, говорил он. Уникальные кадры хроники сохранили нам облик этого выдающегося ученого и врача. Владимир Михайлович у созданного им института, который потом будет назван его именем. Он неоднократно избирался членом Петроградского, а затем Ленинградского Совета. На прогулке. В день своего 70-летия. А здесь, в Колтушах, все связано с именем Ивана Петровича Павлова. Он ясно показал, что все процессы жизнедеятельности животных и человека находятся в неразрывной связи с работой мозга. Что они подчинены своим законам. Необходимо познать эти законы, чтобы научиться управлять ими. Здесь он работал почти полвека. Что не делаю, говорил Павлов. Постоянно думаю, что служу этим, сколько позволяют мне мои силы, прежде всего моему отечеству. Его слова высечены на уникальном в своем роде памятнике. Пусть собака, помощник и друг человека, с доисторических времен приносятся в жертву науки. Но наше достоинство обязывает нас, чтобы это происходило непременно и всегда без ненужного мучительства. Эксперимент имеет решающее значение в биологии и особое значение в медицине. Ибо медицина по своей сущности и задачам не имеет права экспериментировать на живом человеке, на больном человеке. Ее основная задача помочь человеку стать здоровым. Поэтому всякий эксперимент в клинике на человеке запрещен. И основной закон, который введен Наталью Трону-Бехтеревой в клинике отдела нейрофизиологии нашего института, это закон никакого эксперимента на человеке, только помощь человеку. Поэтому основная задача эксперимента в этом отделе заключается эксперимент на животных, с тем, чтобы понять те нервные механизмы, которые приводят к тем нарушениям у человека, к двигательным нарушениям, к появлению насильственных движений, которых человек не контролирует, с которыми человек не может справиться. До весьма недавнего времени эти заболевания считались практически неизлечимыми, и человек был обречен на медленное разрушение. С целью изучения роли различных глубоких структур мозга в развитии этого вида патологии, мы вводим животным электроды в определенные отделы мозга. С помощью различных воздействий световых, звуковых, мы вызываем у них временное расстройство движений. Тем самым удается узнать степень участия и роль отдельных образований в развивающихся патологическом процессе. Это первый тип наших моделей. Экспериментальная работа приносит не только радость. Я очень люблю животных. И мы рассматриваем наших животных как своих помощников в работе, которые очень часто отдают самое ценное, то, что они могут отдать в свою жизнь. И только сознание того, что эта работа необходима для того, чтобы поднять заболевание человека, воодушевляет нас в этой работе. В журнале «Наука и жизнь» за 1963 год была напечатана статья, которая, несомненно, заинтересовала читателей. Она начиналась так. Говорят, что работники экспериментальной лаборатории ленинградского завода «Севкабель» настолько привыкли к самым невероятным заказам, что перестали чему-либо удивляться. Видимо, поэтому никто не обратил внимания на двух женщин, которые передали отношения с просьбой сделать моток изолированной проволоки из материала заказчика. Проволоку? Пожалуйста. Но толщина проволоки не должна превышать 1,1 мм, а изолировать ее надо тончайшим слоем стекла. Просьба изготовить срочно. Какой материал? Золото. И женщины передали маленький слиток золота. Это были Наталья Петровна Бехтерева и Антонина Николаевна Бондарчук-Орлова. Впервые у нас в стране готовилась смелая хирургическая операция на мозге. И золотые электроды должны были вернуть человеку здоровье. В Институте экспериментальной медицины в одной из лабораторий прикладной нейрофизиологии из золотых электродов составляют пучки. Каждый пучок подготавливают с учетом определенной операции. Работа у кандидата биологических наук Владимира Васильевича Беляева ювелирная. Он имеет дело с микромиром. Чтобы исследовать как можно больше участков в глубоких структурах мозга, больному вводят от 24 до 60 таких электродов. Надо сказать, что для того, чтобы попасть в глубокие образования мозга, надо сделать целый ряд расчетов. Расчеты занимают много времени. Основными ориентирами для расчетов служат желудочки мозга. Но они на обычной рентгенограмме не видны. Приходится их наполнить контрастным веществом. Ну, например, воздухом. И от них производить расчеты. По предложению инженера отдела Владимира Васильевича Усова, с 1963 года нами для этих целей стала применяться электронно-вычислительная техника, которая позволила расчленить во времени вдувание воздуха в мозговые желудочки и производство операций. И второе, резко сократить время расчетов стереотоксических координат. Надо сказать, что некоторые неправильно понимают лечение многоэлектродным методом, считая, будто бы это напоминает собой физиотерапию. Это хоть и щадящее, изящное, но это операция на черепе и мозге. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...